Сборная Катара проведет матч против сборной Сенегала. Это второй тур мирового первенца 2022 года. Первые матчи обе сборные провели по-разному. Сборная Катара открывала данный чемпионат мира матчем с Эквадором и ничего в принципе не показала и оставила себе какие-то неприятные ощущения, ведь команда из этой страны, вернее сборная, не каждый раз блистает на мировых первенцах. Да и на внутренней арене, я имею ввиду Азию, азиатскую часть мира, сборная Катара тоже как бы не блистает. Сборная Сенегала, потеряв Садио Мане, билась долго и упорно с командой Нидерландов и оставила себе очень даже хорошее впечатление. Понятно, что сборная Алиу Сесе не располагает вот именно таким подбором игроков, как вот например голландцы, но желание у африканцев было хоть отбавляя. Свои моменты нужно реализовывать, команда Сесе не смогла это сделать. И естественно, в таких реалиях, в которых находится африканская команда, матч с Катаром заиграет новыми красками. Это матч пока номинальных аутсайдеров, но что бросается в глаза? Во-первых, по первой игре было видно, что Катар пока не готов играть даже с командами, вернее со сборными, но можно сказать чуть повыше их уровнем. Было много нарушений правил, много неточных передач и вообще было как-то все сумбурно. Сенегал, который, как я уже сказал, зарекомендовал себя с лучшей стороны, естественно, даст Катару такую хорошую почву для раздумий и, естественно, будет зажимать и всячески патсинговать. Ведь класс игроков этих команд слишком разный. Мой первый вариант на этот матч это желтые карточки Катара больше двух. Опять же, игроки, что собраны по обе стороны, так сказать, баррикад не знак равного. Естественно, естественно, первая игра оставила много вопросов по Сенегалу. Команда физически одаренная, команда, можно сказать, опытная. И ведь Алиус Сесе сам играл на чемпионате мира и обыграл, кстати, сборную Франции в 2002 году. Сенегал умеет играть позиционно, Сенегал умеет играть на слабости соперника. И я веду к тому, что в этой игре можно попробовать заиграть и угловые Сенегалы более пяти с половиной. На этом все, друзья. Смотрим чемпионат мира и подписывайтесь на данный канал. Здесь всегда объективное мнение и много всего интересного. Пока.